Добрый день, уважаемые дети! Мы сегодня продолжаем с вами работу над песней «Чем ты не пришел?» И задача, над которой мы сегодня будем работать, это правильно распределить дыхание, правильно распределить фразеропу, так скажем, как правильно пользоваться и где применять дыхание, где его нужно брать и где его нужно будет добирать. Мы знаем, что дыхание мы берем на начале фразы, в середине фразы мы его добираем. Поэтому, независимо от партии, которую вы поете, фразировка у нас будет одинаковая. Каждая партия знает, где мы берем, где она вступает, вернее. Поэтому по тексту вы просто будете понимать, как дальше делать. Значит, ваша задача перед вами в данном случае открыть текст. С мелодией мы знакомы, поэтому я сегодня, допустим, покажу на запев, так как у нас делает сопрано, а дальше, допустим, вступает альт. Вот на этом примере. А каждый знает, как бы, мелодию своего, допустим, своей партии. И по фразировочке вы просто берете текст сейчас и отмечаете по фразе, по тексту, где вы должны взять дыхание, где должны добрать. Значит, начинаем, допустим, с этой ноты. Запевает у нас сопрано. Следи внимательно за моим дыханием. Присоединяются у нас здесь альты. Мы поем двойную партию сопрано. Так как я являюсь альтом, я продолжаю партию альта. Я тебе чекаю. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Повторяю идет. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Значит, мы сейчас с вами, точнее я пропевала в медленном темпе, чтобы именно сделать акцент на дыхании, где его нужно брать, где его нужно добрать. Понимаем, да? Начало фразы. Это мы берем дыхание уже, чтобы не терять смысловую связку. В середине фразы мы его добираем. В принципе, как бы принцип взятия и добирания, извините, так правильнее будет дыхание, то он идентичный. Просто там, где в начале фразы мы берем дыхание, он идет более, так скажем, акцентированный. Поэтому еще раз давайте по дыханию. Значит, перед вами в данном случае сейчас текст, и вы следите, где мы берем дыхание. Текст отмечаем галочкой. Вдох. Чем ты не пришел, як Місся дійшов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. То есть стараемся как бы по моей рекомендации, как я вот сейчас сделала акцентики сделать. Почему? Потому что если вы будете брать дыхание чаще, мы будем терять смысловую фразу. То есть мы будем больше дробить, у нас потеряется звуковидение, не будет фразочки. То есть будет все звучать маршеобразно. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, как правильно я делала акценты в плане дыхания. Значит, вот это у нас произведение идет к куплетной форме, поэтому далее в куплетах просто меняется текст, а принцип взятия и добирания дыхания остается тот же самый. Поэтому проследите, пожалуйста, и до конца всего текста также себе отметьте галочками. Если кому-то было на автоматизме понятен пример по первому куплету, то вы в принципе дальше можете это сделать на автомате. Ну, лучше, конечно, пометить, потому что так будет легче, и вы просто как бы визуально будете запоминать так быстрее, когда вы будете знать, что вот у вас там стоит галочка, а значит я что-то должен добрать, что-то должен сделать. Поэтому до конца делаем, пожалуйста, текст вот в такой вот схеме. Дыхание обязательно, потому что, ну, как бы мы ведем, вот даже, допустим, это произведение больше относится к акапельному исполнению. А акапельное исполнение, вы знаете, это в первую очередь то, что вы являетесь и, как бы, человек, который и проговаривает текст, и который создает музыку. То есть это все выполняем, так скажем, двойную функцию. То есть это и есть сложностью вокального исполнения. Поэтому без дыхания, без определенного внимания на некоторые моменты мы можем просто как бы с песней сделать шарманку. Поэтому обязательно уделяем внимание на дыхание и стараемся по-максимальному это воплотить. Значит, по возможности, если у кого-то есть какие-то вопросы, если кто-то в чем-то сомневается, вы высылайте мне домашнее задание. Я хочу посмотреть, как, ну, это освоилось и как это сделалось. Но делаю акцент на том, что если, опять же, что-то непонятно, лучше переспросите. И мы это по факту исправим, нежели вы просто звучите неправильно. И потом, ну, в любом случае, нужно будет переучивать. Поэтому давайте, как говорится, будем работать в комплексе. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот урок стал еще более, как бы, реализованным в плане того, что мы песню через пару уроков сделаем идеально. Так что всем удачи. Я на связи. Пишите, звоните. Всем хорошего дня.